Всем привет, ребята, вы на канале CryptoCommons, и сегодня у нас такой необычный спецвыпуск. С нами на связи из Японии Кирилл, он же CryptoHamster. Привет! Всем здорова, спасибо за приглашение, приятно будет сделать видео вместе. Будет также у меня на канале тоже видео вторая часть, так что смотрите обе, будет интересно, обсудим всякие горячие вопросы. Рынк летит, так что поехали. Супер. Слушай, ну для начала расскажи, наверное, пару слов о себе. Как ты пришел в рынок, в свою историю в крипто? Ну в двух словах. В рынок я пришел, потому что это было очень интересно. Биткоин, когда он только появился, он мне показал, что это полная какая-то ерунда, скамы вообще, какие-то волшебные тренаденьги, ну я тоже могу такое запустить, я даже не почитал white paper. Вот, но впоследствии, когда постепенно все это начинало набирать обороты, я решил все-таки посмотреть, ну что же это, что же это такая за волшебная золотая жила, о которой все говорят, давайте почитаем, наконец, книжки. Почитал, сначала ничего не понял, потом, когда понял, ему, ага, ну и, в общем-то, основным моментом было даже не то, что это будущее, как-то, да, вид опыт суперкруто, и все такое, смена парадигмы финансовой и прочее. Но чисто с такой спекулятивной точки зрения хочется заработать денег, а, как известно, торговля на традиционных рынках чревата тем, что без большого капитала вам приходится торговать с крупным плечом, а это очень опасно. Волатильность там не очень высокая по сравнению с криптовой, но обиток был на то время, да и сейчас остается очень-очень волатильным, то есть волатильность — это друг трейдера, и, соответственно, можно торговать на споте без использования плеча примерно теми же самыми прибылями, с теми же самыми объемами, как и при торговле с плечом на традиционных рынках. Вот, ну а впоследствии уже пошло-поехало, ты и канал завел, и все такое, в общем, работаем. А в каком году это было? Когда первый биток купил или когда что? Ну, первый крипто. Биток я купил первый раз в 2017 году, за очень дорого, сразу его продал, потому что понял, что он сейчас упадет. Ну, где-то в начале 2018-го у меня уже был канал, постепенно начал делать видео и все такое. Я посмотрел твое видео, по-моему, последнее, где ты говоришь, что забираешь часть прибыли, и не пора ли забирать часть прибыли из инвестиционного портфеля. Расскажи поподробнее вот так. Да, у меня тут был вынужденный перерыв в торговле почти на два месяца, и очень было удобно в каком-то смысле, потому что я мог посмотреть на все это дело с резвой головой, когда ты знаешь, что ты ничего не можешь сделать, ты просто смотришь на графику, понимаешь, как бы вне зависимости от того, от твоих действий, то есть ты не потеряешь, не приумножишь ничего, просто смотришь, понимаешь, как бы так, незамыльным взглядом, что может произойти. И посмотрев на этот график, на эти огромные зеленые свечи, я понял, что что-то мне не хочется надеяться на бесконечный рост. Все видят эти циклы, четырехлетние нули около того, которые согласно уполовиниванию наград за майнинг, халвингу, да, биткоин вроде бы как идет по этим циклам, и каждые четыре года мы видим новый рост, и он увеличивается там в 10, 20, 100 раз и так далее. И сейчас мы вроде бы как вышли на новый рост, мы вышли выше 20 тысяч, поэтому все ожидают 200 тысяч, 2 миллиона там, ну или кто, кто, а что, гораздо, насколько хватает смелости, фантазии, и вроде как все нормально, вроде как должно быть. Но есть куча разных моментов, которые заставляют быть осторожными. Первый момент. То, что 2017 год, когда биткоин вырос так, безумно, всем сейчас скажут, что это как бы нормально, потому что он очень крутой, и то, что у нас в халвинге все такое, но на самом деле, если мы обратим внимание на мнение таких крупных аналитиков, финансистов, такой рост активов, в принципе, он является беспрецедентным на всей истории финансовых рынков. Конечно, есть всякие там, как мы их называем, щитки, да, или что-то такое, ну или какие-то активы, которые попросту пузыри, да, явные. Но, тем не менее, среди более или менее разумных, ликвидных, имеющих фундаментальную базу активов, такого не бывает. Биткоин же не пузырь, почему он ведет себя как пузырь? Ответ прост, скорее всего. То есть, конечно, ответ масса, но я склоняюсь к тому, что он вел себя так единожды на супер-мега-хайпе. Много причин, например, то, что традиционная, опять же, финансовая система, она была в кризисе с 2008 года, когда, собственно, и появился биткоин. Потом у нас был огромный рост, и к 2017 году у всех очень было много денег, пришли таксисты в разные сферы инвестиций, в том числе и криптовалютные. Теперь же у нас вообще другая ситуация, неизвестно, что будет с рынком ввиду коронавируса, ввиду, в принципе, роста после мартовского, когда он у нас растет целый год. Потом, к примеру, все говорят о входе там крупных инвестиционных компаний, фондов и так далее. Институционалы, да. Да. Как вы и про них говорили еще и раньше, хорошо, что они входили, тем не мешало биткоин упасть. Второе. Третье то, что, ну, ребят, они хотят, чтобы продать подороже, они не хотят, чтобы вот сейчас вот они, типа, купят, и теперь давайте вы тоже купите. Нет, они вам хотят продать, они не будут вам рассказывать об этом только тогда, когда они купили. Они, скорее всего, купили уже давно, по крайней мере, те, у кого покрупнее. Там всяческие OTC-сделки там и прочее. В общем, на самом деле никаких достоверных доказательств того, что у нас сейчас какая-то суперобычая ситуация по фундаменталу, как говорит Олеся в расстании, фундаментал шмандаментал. Если там кто-то говорит, что что-то будет расти из фундаментальных причин, то вам нужно спрятать бумажник в нагрудный карман подальше. И, на самом деле, вспоминается очень хорошо в 2019 году, да, когда у нас были 14 тысяч долларов, и тогда и альды стали стрелять, тогда у нас было 5 иксов со дна, очень резко, и очень похожая ситуация. То есть сейчас у нас там BNB всякие, лайткоины, ада выстреливают, а сейчас у нас появляются DeFi-проекты, которые тоже огромные прибыли приносят тем, кто в них заранее вложился. Не напоминает ли это ICO 2017 года? Мне кажется, очень здорово напоминает. В общем, есть много вот таких вот признаков и таких моментов скользких, что просто заставляет немножко подумать об ограничении рисков. Вопрос в том, если мы, имея вложение в крипту, в биток в том числе, в частности, да, закроемся полностью, а биток улетит там на миллион долларов. Будем мы кусать локти? Да. Если мы не закроемся, и он упадет сейчас там до 5 тысяч, будем мы кусать локти? Да. Вот что я решил так сделать, я в ближайшее время это все-таки сделаю, потому что только вот у меня руки доходят до этого, я думаю, что я закрою половину спотовых вещей на битке, половину оставлю, что там с ним будет, неважно. Если улетит, я буду рад. Если он не улетит, у меня будет прекрасная дочка входа на следующем падении. Так что вот такой, чисто из расчета на риск менеджмент. У меня такая идея. По сути сам, если он вырос в 10 раз, в 10 раз, ну вот у человека человек вложил, допустим, в S&P, вот у меня знакомый заработал там в 20, наверное, в течение 20 с лишним лет, эти самые 10, 10 иксов на традиционных рынках. Если мы получили 10 иксов меньше, чем за год, по-моему, это достойно того, чтобы немножко закрыться и порадоваться прибыли. Конечно, забрать хотя бы 5 иксов и оставить 5 иксов дальше. Пожалуйста, да. Да, это консерватив. Опять же, это не тот случай, когда нам нужно ставить на зеро постоянно. Сейчас мы пытаемся поставить на некий такой шанс, который может быть отыграет, но вероятность его достаточно мала. То есть, если мы рассматриваем сейчас, в счете теперешний уровень, там, в 50 тысяч, или около того, как некий базовый такой момент, от которого отталкиваемся мы по цене, то вероятность того, что он станет полмиллиона или, скажем, 20 тысяч. Какая вероятность больше? То есть, в два раза или в 10 раз он вырастет? Ну, скорее всего, вероятность того, что он вырастет до полмиллиона не так велика. Поэтому, если мы рассматриваем с точки зрения управления рисками, то отношение прибыли к рискам сейчас для входа в лонг, на мой взгляд, не такое высокое, как хотелось бы. Оно было хорошее там на 20 тысячах, на 10 тысячах даже, когда там перебивали максимум. Есть такой один, кто же это, я не помню, руководитель какого-то хедж-фонда говорил, что мы всегда входим в актив, когда он перебивает свой хай. То есть, мы покупаем на хаях. Над ним все, некоторые смеялись люди, но они опубликовали стратегию там. Суть в том, что когда актив действительно перебивает максимум, наступает новый рост. Вот то же самое, что у нас было на 20 тысячах. Но капитализация биткоина выше сейчас, намного выше, чем раньше. Затащить его с 2 тысяч до 20 тысяч, это одно, а затащить его с 20 тысяч до 200 тысяч, это совершенно другое. И опять же, сказочки в пользу бедных по поводу институционалов, это отдельная история. Илон Маск продвижил, его купил, да, Доджкоин. Я согласен. Слушай, а знаешь, есть такой чувак Бенджамин Коуэн, или Бен Ямин Коуэн, не знаю, правильно. У него тоже YouTube. Да, он теханалитик, но он такой больше долгосрочный, логарифмический такой математик, инженер. У него сейчас теория о суперволатильном суперцикле с четырьмя пиками. Видишь, он нарисовал, что возможно, мы доберемся вот до этой верхней границы процентажа, но не в 2 пика, как все ждут, даже как было в 13-м, а в 3 или в 4 пика, если учитывать как раз вот этот пик в 19-м году на 14 тысяч. Вот он, первый кружочек, потом второй. И вот сейчас, возможно, нас будет шатать волатильной вниз и вверх, чтобы не дать никому заработать. Будет отлично. Интересная теория, на самом деле, да, мне тоже понравилась. А причем, заметь, что если мы построим на этом графике простейшую фигуру тенического анализа восходящий клин, то пробиваться он должен вниз, что очень хорошо соответствует, тому, что это будет четвертый максимум по вот этой глобальной нисходящей линии сопротивления. И после этого нас что ждет? Нас ждет вот эта зона зеленой покупки и какая будет цена, но... Очередной медвежный рынок. Ну вот пока непонятно, понимаешь, зависит от того, докуда мы дойдем. Знаешь, я проводил в телеге опрос буквально 3 дня назад. Два варианта ответа там было. To the moon или отскок дохлой кошки. И мнения разделились примерно 52 на 48. То есть 50-50. Грубо говоря, сейчас люди в замешательстве, они не понимают, что происходит. Кто-то половину пытаются шортить на деривативах с плечом, опять же, хеджируются, там фандинг собирают, и их начинают сквизить. Они выходят, сразу резко мы падаем. Потом опять... Сейчас, по сути, большинство толпа, она на верхах заходит, на низах выходит, как всегда это было. И только за счет этого на самом деле мы и растем. Любой bullrun, это, по сути, просто каскад из шорт-сквизов. То есть все больше и больше люди продают, фиксит прибыль, и мы тут же улетаем выше, чтобы эти же люди купили потом дороже. 19-й год. Это такая мания. Опять же, очень похоже. Суть в том, что, опять же, в 16-17-м годах биткоин рос на вот этом вот новом рынке, где были люди, мало сведущие в том, что происходит, и их было легко выбросить вот этими 20-ю, ну, скорее даже 30-ю, 40-ю процентами коррекций. То есть они все заходили с удовольствием, потом заходили еще на пике и их сбрасывали. Что у нас сейчас происходит, это практически то же самое, что было в 19-м году. Биткоин растет почти без коррекций. Те 30% коррекций, которые у нас были там 42-х тысяч или около того, да, там 29-ти. Ну да, это тоже 30%. Но вы прикиньте, что до этого у нас практически не было накопления. Мы упали в мартовском падении до там 4-х тысяч и после этого стали расти, расти, расти без падений и без накопления. Накопление в 16-м, 15-м году длилось там год и потом еще полгода ну, колебался туда-сюда. А здесь мы сразу пошли вверх. Ну, подожди, 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 Кирилл, извини, но у нас было падение в 18-м году до этих же 3-х тысяч, даже чуть ниже. И считай, что весь этот год спекулятивной манией до 14-х тысяч это было накопление просто слишком волатильное. Если посмотреть на средние скользящие, то там средняя цена была 6 тысяч весь этот год. Это моя надежда на то, что все-таки я окажусь неправ, и мои 50%, которые я оставлю, они дотянут до следующего максимума. Ну так вот, тем не менее, даже в условиях, что если у нас пусть было это, грубо говоря, накопление в широком диапазоне движения цены, все равно отсутствие даже каких-то более-менее разумных коррекций, кроме вот этой вот 30-ти процентной, причем, опять же, 30-ти процентов для роста в 10 иксов практически, ну, такое себе. До этого был там 10, один раз был 20. Рынок ведет себя по-другому. Он не ведет себя как в 16-м, 17-м году, как мы хотим, чтобы он вел себя на, опять же, на этом цикле. Если мы рассматриваем цикличную модель, тогда у нас и биток должен вести себя соответственно. Должны быть вот эти вот коррекционные движения волнообразные и потом ту-заму. Нет этого. Почему мы видим с удовольствием то, что мы хотим видеть и закрываем глаза на то, что нам не нравится? Вот эти вот вещи, просто я никому ничего не навязываю в своей мысли. Просто лично для меня, ну, еще раз на zero, у меня будет очень большая огромная куча денег. Ну, блин, будет в четвертый раз zero или нет? Не знаю. Вот. Такая у меня идея. Ладно, хорошо, спасибо. Вообще, всех интересует, что происходит с BNB, и что с доджкоином, то есть с теми альтами, которые уже стрельнули по 20, там, по 40 иксов. Chainlink тот же самый, как ходил там три месяца назад. Ну, и весь этот хайп вокруг DeFi, NFT. Я в этом сам только потихонечку разбираюсь. Вот интересно услышать твое мнение на этот счет. Ну, смотри, опять вот, видишь, те уже, которые стрельнули. Про BNB, я говорил, у меня есть где-то видео, по-моему, как называется, Binance Coin, это ETH 2.0, когда они объявили о том, что переходят на платформу, их можно переходить с ETH, с ERC20, пожалуйста, другой блокчейн, плюс у нас Binance и так далее. Ну, и там много чего у них было. В этом видео я говорил, что, ребят, Binance Coin в будущем будет очень крутой. Тогда цена была что-то доллара 4, что ли, или что-то такое. Или даже, или я в руле, может, 1,2. Ну, в общем, очень давно это было, уже год, наверное, два назад или полтора. Да, да, были времена. Ну, тогда никому не было это интересно, потому что все думали, что все, там, биток загибается и так далее. Про чейнлинг. Тоже где-то около двух лет я назад, когда послушал интервью с их СЕЛ, послушал, что это такое, думаю, ну, чейнлинг будет. Он тогда что-то был на каком-то лохматом месте далеко-далеко не как сейчас. То есть вот в этом глобальном накоплении. Ребят, чейнлинг крутая штука. Если думать про альты, сейчас, конечно, такое время для альтов опасное, но если вы хотите на 10 лет купить альтов, верите в чейнлинг. Ну и вот то же самое. Сейчас что происходит? Сейчас они начинают стрелять и все пытаются влезть в уходящий поезд. На мой взгляд, уж если мы пытаемся спекулировать таким образом, то надо смотреть на какие-то разумные проекты, которые еще не стреляли. Ну, давно я не смотрел уже на более-менее на весь CoinMarketCap. Я думаю, что какие-нибудь что-то вроде EOS, что-то вроде IOT, может быть, какие-нибудь лохматые OneChain, ну и так далее. То есть, те хайповые проекты с сильными командами, с сильным маркетингом и вообще с хорошими идеями и так далее, которые были таковыми в 18-м, скажем, может быть, даже в 17-м годах, тот же, может быть, и NEM, кстати, не знаю, как там сейчас NEM выглядит, но которые еще не дали этих самых 10X-ов резких, вот таких же, как недавно дала там Cardano или BNB, ну или Chainlink, да, или BITOK. Ну BITOK-то как бы дал, но он не дал такого резкого роста, да, они там, BNB там вылез в 10 раз, по-моему, или что-то типа того, ну не 10, там резко, да, мгновенно, а BITOK-то он постепенно растет, он с марта 10X-ов эти дал. Так вот, если найти вот эти монеты, то в них, наверное, стоит вкладывать, если мы рассматриваем именно сделки в лонг, если мы говорим о спекулятивных действиях. Но, опять же, повторюсь, в 19-м году была очень похожая ситуация, тоже монетки начали стрелять, тоже хорошо отрастали, что случилось потом, потом начался такой среднесрочный медвежий рынок, и мы словили 10-е дно в подарок. И, как бы, максимум, да, мы сейчас перебиваем там по эфиру, опять же, вот, максимум перебили, по идее, это место, когда можно закупать на новый цикл, но это, опять же, долгосрочная штука. Если он упадет после этого до 200 долларов, или там до 10 долларов, тьфу-тьфу-тьфу, всякое может случиться, никому он тогда будет, не нужен, то через 10 лет, если совсем он не загнется, он действительно будет, может стоить там 10 или 20 тысяч, тогда нужно будет пересидеть, а люди, которые хотят словить вот этот 10 иксов, они хотят словить его через месяц, а как раз через месяц, может быть, не плюс 10 иксов, а минус 20 процентов, или минус 50 процентов. Вот это надо понимать. Их вытрахнет просто. И когда с альтами, да, с альтами нужно просто осторожно, на мой взгляд. Ну, хотите потерять деньги, опять же, вот, я всегда, как бы, повторяю одну важную, на мой взгляд, вещь. Если вы хотите заработать, вам нужно сначала потерять. И нельзя, бесполезно, говорят, вот там, давайте смотрите мои видео, там, вы научитесь торговать, или я вам подскажу, как, что делать, выбирайте вот эти там инструменты, и так далее. Читайте вот эти книжки, прочитайте вот эти 10 книг, и вы станете хорошим инвестором, или трейдером. Это все полная ерунда. Вот когда вы потеряете ваш первый, скажем так, годовой заработок, ну, или хотя бы полугодовой заработок, вот когда вы научитесь быть осторожными, научитесь взвешивать свои решения, и потом вы, скорее всего, потеряете уже не столько много, потом еще чуть меньше, а вот через годика-два после этого факта научитесь зарабатывать. Вот другого выхода нет, хотите заработать, придется терять. Я вот, ну, как бы, на долгосроке, да, так вот, я думаю, можно сделать быстренько денег, но не на всю жизнь. Слушай, ну, раз уж ты заговорил про старые монетки, можно тебя спрошу про наших фаворитов из моего канала, из чата? я сейчас открою CoinMarketCap, посмотрим, что там у нас интересное. Мы очень все следим сейчас за монеткой Dash, ну, наверное, в первую очередь, потому что я очень много о ней говорил, я просто в рынке с какого, с 15, ну, с 16 года где-то, и тогда я помню вот тот предыдущий bullrun, дал, ну, слушай, чтобы не соврать, 100xов точно дал, по-моему, даже больше он дал, и достаточно интересная сеть, американская, наверное, ты знаешь про нее, там очень низкий. У меня интервью было с одним из его, из них, там, из команды, кто-то, слушай, я, наверное, не с Джаредом, а с кем-то там из них, из технарей. Очень интересно смотреть. Но это было, опять же, год или два назад уже. У них, ну, ты знаешь, у них комиссии самые низкие в сети, пролетают за одну секунду, то есть, именно как future of money, то, что говорится, digital cash, то есть, цифровая наличность, это действительно может быть очень удобно, потому что у них применение уже широкое в Латинской Америке, там, других странах, в кафе, в супермаркетах их принимают к оплате. То есть, пока ты будешь ждать транзакцию в битке, там, 15 минут, или, там, час, или в эфире платить 100 долларов, там, за газ, тут ты можешь это сделать за одну секунду. Вот, интересно твое мнение на этот счет. Считаешь ли ты, что такая монетка может выстрелить, и в том числе и спекулятивно тоже, потому что у нее all-time high был в районе 1600, правда, незначительное время. То есть, она, в принципе, ходила вровень с эфиром все 5 лет, и вот сейчас первый год она, ну, почти в 10 раз ниже эфира стоит. Что ты об этом думаешь? Ну, я вот смотрю, она 2x уже дала недавно, за последний месяц, теперь скорректировалась. Я думаю, что если, ну, да, ну, это смотря, с какой момент считать. Ну, если мы продолжаем расти, если биток будет двигаться вверх, ввиду печатания фрсом все новых и новых денег, и печатание тезером, тезеров все новых, если финик и его команда будет скупать за тезер битки, и все это будет двигаться дальше вверх, то все крутые монеты будут лететь тоже вверх. И дашь в том числе. У них, по-моему, там еще и майнинг какой-то интересный, то есть, их не так просто заатаковать, как тот же самый там любиток или эфир, у которых один протокол, да, а у дашь они переключаются там то ли между четырьмя, между пятью, в общем, они более надежная сеть, и да, они более быстрая. Да, их так и не смогли прохакать. Да, там сильная команда, там уверенные ребята с хорошим лидером, которые как бы смотрят будущее и не собираются просто так взять и бросать, им интересно именно работать с такой, с идеологической точки зрения. Да, конечно, как все люди хотят немножко заработать, но и вот такие вот фанатики, они, как правило, приводят к чему-то, те вещи, на которые мы работаем, к чему действительно серьезному. Я думаю, что да, я думаю, что если будет все двигаться в таком бычьем ключе, Dash будет одним из фаворитов в определенный момент рынка и, скорее всего, конечно, дойдет и до 1600, и перебьет, и будет, может, и по 15, и так далее. Безумно, конечно, сейчас как Ripple по 300 долларов, XRP, никто не скажет, но у тебя не менее, на безумие может твориться все, что угодно. Да, кстати, я много чего говорил и сам себя перебиваю, все забыл, забыл один момент. По поводу Grayscale Holdings, то, что у них, как и у других компаний, которые хранят битки на своих активах, в своих счетах, они готовы скупать их все больше и больше, потому что они, опять же, в некотором смысле, фундаментально верят в их рост. И получается интересная система с такой, с петлей обратной связи, что чем больше хайпа, и это набирает определенную критическую массу, и потом уже вот эта обратная связь предположительно начинает работать. Чем больше хайпа, тем больше людей входит в их инвестиции, с помощью их фонда, тем больше у них прибыль, потому что они берут прибыль от количества своих инвесторов, и количества, вернее, инвесторов, а количества денег от таких инвесторов. Они запасают все больше биток, они скупают больше биток на свои активы, это приводит к тому, что цена биткоина растет, цена биткоина растет, приводит к большему хайпу, больше хайп приводит все новым инвесторам, которые к ним приходят, таким образом даже вот эти единолично, эти самые Grayscale Holding могут таким образом пампить биток практически до бесконечности, пока у людей не кончатся деньги. Может такое быть? Может быть. Поэтому, да, возвращаясь к Dash, отлично, я думаю, что будет расти так же, как и карданчики, так же, как вот и NEM, я сейчас вот только что посмотрел. Ну, NEM тоже на дне еще, да. Карданчик-то он уже стрельнул, а вот NEM, Dash все еще под дном даже я это называю, потому что они реально провалились вот на второй дно, так называемые, и пока оттуда даже толком не вышли. Есть такая картиночка, я не помню, где я ее видел, но суть в том, что первые пять монет в списке CoinMarketCap по годам, и они постоянно разные. То есть, до этого у нас был ETH, XRP на третьем очень долго держалась, был там в свое время Litecoin и так далее. Сейчас у нас ETH, там ETH был в свое время, в пятой строчке. Да, совершенно верно. То есть, приходят какие-то новые альты, и они будут действительно очень долгое время держаться, а потом они будут сменяться. Поэтому искать вот такие вот классные варианты, это, да, это спекулятивная тема. Опасная, но очень прибыльная. Слушай, ну это напоминает немного пузырь Dotcom, да, наверное. Я тебе тогда последний вопрос вот насчет этого задам. Сейчас я попробую расшарить для этого экран. Интересную статью вчера нашел. Пока ты расшариваешь экран по поводу Dotcom, я могу сказать то, что очень похоже по структуре рост на пузырь Dotcom, и во время его крушения у нас обанкротились 98-99% компаний, которые с этим связаны. Где у нас альты, которые вылетели в трубу? Нет. Они у нас только начинают, все больше и больше растут. Появляются все новые и новые. Ну, это нездоровое поведение рынка. Они должны сдохнуть, чтобы рынок рос на их крови и мясе. Да, да, да. Финанс своей микроматерии. Видишь, да? На форклоге вчера нашел статью. Здесь интересный график. Я все читать не буду. Вот. Это график акций компании MicroStrategy. Да, да, да. Не безизвестный тебе, наверное, Майкла Сейлора, который сейчас хайпует за счет того, что перевели в биток все свои активы, как они говорят. Посмотри, что интересно. У них их акция взлетала, я только вчера это узнал. Может быть, ты знал уже. Она в 2000 году во время пузыря Dotcom взлетала вот откуда тут, где-то сотни долларов до 3400 примерно. И потом резко вот такой тень тут же сдулась, то есть и в боковике протусовалось сколько? 20 лет без малого. И вот сейчас их акции снова взлетают и уже поднялись на 700 процентов примерно, или на 800. Вот это к разговору о Грейс Кейл и о всех этих ребятах, институционалах. На самом деле понятно, что это пузырь, но на какой стадии, фазе мы этого пузыря сейчас? Как ты думаешь, крипта, вот этого хайпа в сравнении с пузырем Dotcom? Мне бы не хотелось, чтобы так было, потому что если так будет, то потом будет очень больно. Но я думаю, что его будут еще долго надувать. Я думаю, что нездоровая ситуация в принципе с рынками и с традиционными тоже она будет продолжаться. Вот буквально недавно я слушал подкаст человека из Zero Hedge, по-моему, он пишет о том, что все понимают, что чем больше ты печатаешь денег, да, там даже сайте реальной системы, тем опаснее ситуация становится. Да, это как вроде бы ты немножко потушил пожар, но ты потушил его по алкогольным напиткам, который в итоге еще и подбрасывает горючего туда. То есть со временем ситуация будет только хуже. Но то это время никто не хочет доводить, поэтому все будут тянуть это дальше и дальше и дальше. То же самое будет, скорее всего, с криптой. И пока мы еще, я думаю, далеко от максимума, а вот когда мы до туда дойдем, тогда, наверное, будет всем очень-очень неприятно. Но тем не менее, к тому времени биток будет очень дорого стоить, поэтому надо будет просто не жадничать и закрывать вторые 50%. А по поводу по поводу доткомов и инвесторов, да, вот еще один момент. Все говорят, что вот институционалы зашли. Окей, но мы же понимаем, что есть разные институционалы, институционалы розет, да. Скажем, Уоррен Баффет и его фонд, его активы и фонды, они входили всегда в какие-то компании, которые были практически на том же самом пике, и после этого они просаживались. Уоррен Баффет терпел убытки на многих своих инвестициях, когда, потому что он покупал уже поздно, он никогда не покупал каких-то темных лошадок на дне, в частности, отчасти, вернее, из-за того, что это проблемы, связанные с ликвидностью, а отчасти из-за того, что он хочет более надежную сделку на долгосроке. Так вот, в первый момент есть группа институциональных инвесторов, которые вкладываются в крипту на долгосрок, даже если они понимают, что сейчас будет падение, а второй момент, что есть институционалы мелкие, а есть институционалы крупные. Так вот, если первая волна или там какая-то вторая, может быть, условно, роста цены биткоина была подкреплена вот этими самыми таксистами, другими ритейлерами, то теперешняя волна, она может быть на крови институционалов, но институционалов мелкого такого пошиба, которые потом тоже вылетят в трубу и на них разгрузят свои позиции крупные институционалы, которые не говорят, что вот мы там купили биток, но и, к сожалению, Elon Musk, сего Tesla, он, похоже, оказывается в рядах вот этих вот некрупных институционалов, потому что мы, конечно, думаем, что, да, там очень крупная компания, но это не тот, не самый крупный капитал в мире, не должны себя понимать. Так что так. Давай по графикам побегаем. Ну давай. Так, BTC, USD, BITSTAMP, да? Ты что смотришь обычно? Давай, давай. О, слушай, 50 тысяч, вот прямо сейчас в моменте записи мы пробиваем 50 тысяч. По поводу пробития 50 тысяч могу сказать, что 28 февраля был минимум в районе 43 тысяч долларов, создавалась двойная дивергенция на 4-часовом таймфрейме, о чем я писал в своем телеграм-канале и на YouTube всем подписывайтесь и говорил, что будет рост. Вот он, пожалуйста, рост, ждем 53,800 как минимальную цель по росту пробития клина и 58,600 как максимальная цель. Итак, дневной таймфрейм. Друзья, ну что можно тут сказать? Мы все видим явные волны роста и коррекции и всем очень хочется, чтобы вот сейчас мы повторили то же самое, что было перед ростом до 60 тысяч, с 32 до 60, грубо говоря, и поднялись бы мы с 40 вот этих 5 до 80-75 или около того. Но это, опять же, самоочевидный напрашивающийся вариант. Честно сказать, я думаю, что он, скорее всего, и таким образом разовьется, да, вот именно вот каким-то, ну, может, не так резко, но, опять же, ну вот, как говорят англичане, да, если это ходит как утка, квакает как утка и выглядит как утка, то, скорее всего, это утка. Ну, и вот выглядит так, как будто это действительно должно так быть. Скорее всего, на ожиданиях и прочем так и произойдет. Вот ты тоже упомянул о том, что растем мы на стопах, да, и том, что разделились мнения почти 50 на 50, кто куда мы пойдем, вверх и вниз. Я думаю, что мы до сих пор еще не пришли в ту точку, когда новые, свежие деньги на рынке появились, которые еще до этого не были в крипте. Почти все, я думаю, уже до этого были в 17-18 годах. И те, кто не верит в рост, это те, кто еще не пришли в вот эту фазу доверия того, что это будет продолжать расти, а те, кто верит в рост, это те, кто уже просто устали за эти там 2-3 года и хотят действительно свои 100-200 тысяч. Как ты правильно поставил здесь скользящие средние, цена прекрасно отталкивается от них. То есть явные... Это стандартные настройки. Это стандартные настройки Аймай Риммен. Единственное, что не совсем бычье здесь, это как на дневке, так и на недельке здесь есть дивергенции на многих индикаторах, в том числе и на RSI, как здесь. И второй момент, это то, что падают объемы. То есть посмотреть на объем, который был на 42-43 тысяч, конечно, объем это такая штука условная, там есть OTC и прочее, прочее. Тем не менее, отталкиваемся от того, что есть. Падают, снижаются объемы на второй волне по сравнению с первой. Ну, вторая волна, я имею в виду та, которая была с 30-40 тысяч до 50-60, по сравнению с той, которая была с 10 до 40. Ну, или там с последней ее части от 25 до 40. То есть, таким образом, ну, горизонтальный объем делает дело такое, вертикально, что предыдущий пик он был выше. Ну, как бы понятно, да? Естественно, там накопление, но если ты сделаешь, скажем, от октября, от ноября 2020 года и по текущий момент масштаб, то там будет распределение горизонтальных объемов. Также видно, что последний наш пик на 60 тысячах, он не такой и большой. Вот, ведь вот, пожалуйста, да, то есть максимум был на 40 тысячах. Соответственно, там поддержка, а вот этот рост, он не поддержан объемами, которые входят в рынок. Ну, то есть, это классическое представление, что если мы растем, то объемы, по идее, должны расти, общий открытый интерес должен, например, возрастать также. Здесь мы этого не видим. Хотя, опять же, повторюсь, что объемы такая штука, но работаем с тем, что есть. В общем, пока мы держимся в районе выше 45, я думаю, что есть смысл спекулятивно ждать как раз перебития 60 тысяч. Но, если, вот опять же, спершняя неделя очень важна, потому что сейчас идет коррекционный рост от падения 60 до 45, то есть, мы весьма резко упали, и так, хорошенько упали, 20%, да, там, сколько, 25%, и, соответственно, если, да, если, ну, это по хекке наши, там, хотя они все должны сохраняться. Если сейчас мы увидим коррекционный рост от прошлого падения, скажем, в районе где-то 55 и так далее, и мы не увидим нового перебития, перебития прошлого максимума, то есть, новые ветки роста, то это будет говорить о слабости, о начале, вернее, да, слабости, да, что-то такое, и даже, может быть, не так резко, а снова тестить 45 тысяч. Если это так, тогда вот эта вот дивергенция, которая была у нас на недельке, она будет оказывать все большее влияние, и если сейчас мы пойдем наверх и перебьем этот максимум, тогда будет уже бычья дивергенция на недельном тайп-фрейме, и тогда мы можем ожидать как раз этого нового максимума выше 60 тысяч, однако, если не будет, то будем, скорее всего, вниз, так что вот эта ближайшая неделя, полторы, они очень важны. Если, опять же, мы хотим посмотреть на ситуацию по сравнению с тем, что было раньше, тут куча вариантов, тут может быть нисходящий треугольник, тут может быть накопление в канале, гадать на кофейной гуще бесполезно, надо смотреть на то, как будет цена реагировать с конкретными уровнями и ключевыми линиями поддержки и сопротивления. Сейчас у нас 45-60 тысяч диапазон, если мы перебиваем максимум и закрепляемся выше, можно ждать дальнейшего роста. Опять же, альты растут, это тоже говорит о том, что вот этот рост биткоина, который мы наблюдаем уже сейчас, последние пару дней, он подкреплен, так называемым, широким ростом рынка в целом, и опять же, и на традиционных рынках более-менее все неплохо, поэтому можно с большей долей вероятности ждать продолжения роста, на мой взгляд. Но если мы увидим вот этот вот более низкий максимум и пойдем потом снова тестить 45 тысяч, ну тогда я похлопаю себя по плечу, сам скажу, молодец, что решил продать на вот этом вот втором небольшом пике. Причем хочу еще обрадовать тех, кто боится упустить момент. Я недавно делал такой пост, может быть, ты видел, по поводу циклов роста, 5 волн, 6 волн роста, и показывал, что они были и в цикле 16-17 года, и в цикле 19-го года, и даже на других активах, таких как, например, NASDAQ, как тот самый пузырь .com, всегда, всегда рынок дает второй шанс. То есть, скажем, в 2018 году цена упала с 20, до 10, потом снова выросла до 17, потом в 2019 году выросла до 14, упала там потом до 10, выросла снова до 12 и так далее. Всегда есть возможность выйти, если чувствуете, что пахло жареным. То есть, не нужно паниковать никогда, даже если сейчас начнется. Ну, конечно, да, мы можем упасть на 70% резко, но, скорее всего, если мы упадем на 70%, то это будет вынос, и мы снова резко вырастим. Опять же, цена вернется к более-менее средним значениям, где всегда можно закрыть в относительно хорошую прибыль. Поэтому главное – сидеть на одном месте ровно и не паниковать, и думать головой, а не другими местами. Да, слушай, это такой подход. Это в скальпинге, кстати, так часто бывает, когда ты торгуешь от уровня, потом закрываешься, и потом еще несколько раз от того же самого уровня заходишь, или даже еще ниже. Да, 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 совершенно верно, да. Слушай, а вот этот индикатор PI Cycle Top, знаешь, видишь, он показывает… Я вижу, не знаю, что за индикатор. Очень интересный индикатор. Ну, давай, может быть, уже тогда мы переключимся на вторую часть, и я про него расскажу. Ты расскажешь. Ребята, ссылка на канал CryptoHamster в описании. Обязательно подписывайтесь на его канал. Очень интересный, грамотный теханализ, как вы, наверное, Спасибо всем, что послушали. Да, и смотрите вторую часть на канале CryptoHamster. Спасибо тебе. Обязательно. Спасибо, что позвал.